Несмотря на неблагоприятную погоду, в этом году в лесах довольно много ягод и грибов. За этим лесным урожаем устремляется все большее количество гродненцев. Бери сколько хочешь, но правила не нарушай, напоминают в инспекции охраны животного и растительного мира. В соответствии с действующим законодательством, граждане Беларуси имеют право бесплатно собирать в лесу и заготавливать грибы и ягоды в личных целях. Однако из жажды наживы многие используют запрещенные орудия сбора лесных даров – гребенки, совки и так называемые комбайны. Такие приспособления, зачастую самодельные, наносят вред ягодникам, что в дальнейшем приведет к снижению урожайности. Так, к примеру, травмированный куст черники может не затвести в ближайшие три года. В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира рассказали, что с начала периода созревания черники, то есть с конца июня, на Гродненщине уже выявлено 16 случаев сбора этой ягоды незаконным способом. За нарушение правил сбора дикористующих ягод и грибов наступает административная ответственность в виде штрафа до 27 базовых величин. Кроме того, горе-сборщикам придется еще заплатить вред за каждый килограмм собранных ягод в размере 1,2 базовых величин и стоимость за каждый килограмм в размере 1 базовых величин. Специалисты Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира также отметили, правильно нужно собирать и грибы, аккуратно срезая их ножом или бережно выкручивая, не нарушая природные подстилки. Стоит помнить, что нельзя заготавливать лисички с размером шляпки менее полутора сантиметров в диаметре.